Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Третий том. Вопрос 1189. «Что значит быть интеллигентным и может ли быть таким христианином?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Интеллигенция – слово латинское, означает «знающий», «понимающий», «разумный». Так называют общественный слой людей, профессионально занимающийся умственным, преимущественно сложным творческим трудом, развитием и распространением культуры. Работники науки, искусства, юристы, учителя, инженеры, врачи, журналисты. Здесь ключевое слово «знающий», «понимающий». К неверующему человеку это совершенно не может относиться. Они не знают, для чего человек рождается, что он должен делать в жизни, как он должен приготовиться к смерти, что последует за смертью. Они не знают о происхождении видимого мира, ни о его начале, ни о конце. Совершенно отрицают невидимый мир. Они не знают ни священного писания, ни силы Божьей. Златоуст называет неверующих в Бога безумнейшими из безумнейших. Они не разбираются ни в чем, даже исследуя какие-то явления в природе. Книга «Премудрости Соломона», 2 глава, 22 стих. «И они не познали тайн Божьих, не ожидали воздаяния за святость и не считали достойными награды душ непорочных». «Премудрости Соломона», 5 глава, 7 стих. «Мы преисполнились делами беззакония и погибели, и ходили по непроходимым пустыням, а пути Господни не познали». «Премудрости Соломона», 10 глава, 8 стих. «Ибо они, презрев премудрость, не только повредили себе тем, что не познали добра, но и оставили живущим память о своем безумии, да мы не могли скрыть того, в чем заблудились». Книга «Премудрости Соломона», 13 глава, 1 по 9 стих. «Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было видения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего, и, взирая на дела, не познали виновника. «Если, пленясь их красотою, они почитали их за богов, то должны были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он виновник красоты, создал их, а если удивлялись силе и действию их, то должны были бы узнать из них, сколько могущественнее тот, кто сотворил их, ибо от величия красоты в создании сравнительно познается виновник бытия их». «Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются, может быть, ища Бога и желая найти Его, потому что, обращаясь к делам Его, они следуют и убеждаются зрением, что все видимое прекрасно. Но они неизвинительны. Если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не обрели Господа Его? Римлянам 1 глава 9 стих. «Ибо что может знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им?» «Однажды я сподобился быть делегатом на Конгрессе интеллигенции Алтайского края и выступить пред собравшейся элитой края и других регионов России. Я так и сказал, что атеист, коммунист никогда не сможет стать интеллигентным, потому что он во тьме, и тьма ослепила его, и он не знает, куда идет. Коммунистическая газета «Голос труда» очень сильно обиделась на меня. Я сказал, что истинный интеллигент – это христианин. Пусть это будет даже кухарка, но знающая путь. Евангелие от Матфея 6 глава 33 стих. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». 1 Петра 1 глава 18 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов». 2 Тимофею 1 глава 12 стих. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого веровал, и уверен, что он сильно сохранит залог мой на он и день». «Восстал Всевышний Бог, да судит, земных богов в осонме их, доколе рек, доколь вам будет, щадить неправильных и злых. Ваш долг есть – сохранять законы, на лица сильных не взирать, без помощи, без обороны, сирот и вдов не оставлять. Ваш долг – спасать от бедных, от бед невинных, несчастливым подать покров. От силы защитить бессильных и сторгнуть бедных из оков. Не внемлют, видят и не знают, покрытым стою от часа. Злодейства землю потрясают, неправда зыблет небеса. Цари, я мил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобострастны и так же смертны, как и я. И вы, подобно, так падете, как с древ увядший лист падет, и вы, подобно, так умрете, как ваш последний раб умрет. Воскресни, Боже, Боже правых, и их моленью внемли. Приди, судьи, карай лукавых, и будь един царем земли. Державин, 1743-1816 года.